здарова вам ребята я рад вас видеть и вижу ваш бугурт с этой целью собственно говоря я хочу эту игру немножечко постримить ну вот извините у меня не было короче вот этого воротничка пионерского галстука вообще ничего красного не было по факту дома абсолютно ничего не вели ветровка короче красная я могу принести завязать его типа будет как пионерский галстук но это такая тринда будет конечно жесть вот либо второй вариант короче ну и может я думал типа стринги свои порезать красный так ну ладно в общем нету погнали вот сигрей не совершеннолетние что на самом деле они все так говорят они дали письменное согласие значит пройди за концовку алис я понять не имею буду проходить как проходится мне абсолютно насрать что будет с этим семеном со всеми этими девочками так далее то надо все начать игру начать игру даже читать не будут пройди на концовку алиса хорошая каждую ночь одно и тоже ребят я проиграю музыку наутро все как обычно забудется может быть оно и к лучшему вот это геймплей я просто офигенно останется только туман и воспоминания при открытых словно приглашающих куда-то в воротах рядом с которыми в камне застыли два пионера пойдешь со мной да давай пойду но куда на три буквы советские и зачем но с очевидной целью может быть спросить у нее что-то у девочки как ее зовут например про звезды хотя почему про звезды можно спросить право проворота нам точно никто не даст в этой игре если мы у девочек про ворота будем спрашивать совершенно точно про но это не вариант я вам говорю так не работает делом вот она удивиться конечно удивиться такой дебил клинический или лучше про букву йо да вот это вот уже дебаты это если ты начнешь спрашивать про букву йо типа двоеточие вот это сверху от буквы йода редуцировать его либо сохранить это уже будет какой-то замес хорошая была буква как будто ее больше нет ну почему же нет я могу очень много слов на йо произнести словосочетаний а ведь если мне каждую ночь снится этот сон который потом все равно забудется надо искать разгадку здесь сейчас короче а если опять в облака словно попал в южное полушарие . господи опять картинка до йокара давай-то ой ё-моё во сне мне всегда больше волнует мелочи неестественный цвет травы и невозможная кривизна прямых ну лобачевского почитай или свое перекошенное отражение короче хорошим короче у нас весь стрим будет на этой доставке с вами каждый раз надо отвечать и каждый раз надо читать я понял давай что нет я останусь здесь к ой нет надо было сказать что да он сейчас в этот монолог растянет каждый раз так сложно решить что же ответить где я что здесь дело кто она такая почему от ответа на вопрос зависит так много в моей жизни или не зависит ведь это просто сон просто сон просто сон ой блин первым делом я бы посоветовал сходить к окулисту о все сфокусировались но я вижу сидит на каком-то форуме наверное в этом есть доля правда ведь компьютер на 90 процентов обеспечивает мое общение с внешним миром ну окей не вопрос анонимные имиджборды иногда какие-то чата редко аська или джаббер король аськи значит у нас здесь его слушайте но если у него аська или джаббер стоит еще то ну как бы 90 процентов общения это получается то есть он вообще ни с кем не общается понимаете то что аська вот я недавно пробовал зайти свою аську случайно ну когда комп старый воскрешал там осталась аська вот я пробовал зайти туда и она не работает она не работает это аська все там протоколы опять сменились mail.ru поехал кукушечкой в очередной раз сменил зачем-то протокол и сделал и до того мертвый в принципе мессенджер еще более мертвым маленькая квартира без следов какого-то не было ремонт так займись ёптить ремонт сделай или даже подобие порядка порядок на виде вечно одинаковый вид из окна на серый день и ночь куда-то бегущий мегаполис вот условия моей жизни чел блин ты же можешь улучшить условия своей жизни смотри ты берешь идешь на работу потом получаешь денежку идешь в строительный там можешь общаться продавцов до усрачки просто задалбывать вот покупаешь все это что там тебе нужно убираешь делаешь ремонт у тебя есть квартира блин в которой можно кого-то прописать в принципе элементарное у тебя всегда будет ну какое-то общение ну что ну ладно так работал напарит тройки разных работ иногда даже неплохо иногда даже получал за это достойные деньги так однако все это казалось чужим словно списанным с биографии другого человека это называется в терминах психологии де реализация когда тебе кажется все вокруг отстраненным я уж не помню на фоне чего она возникает но скорее всего у чела жесткая депрессия так последние несколько лет я просто целыми днями сидел за компьютер а как его убить как его убить вот просто скажите мне самый кратчай за способ чтобы он сдох на улице я практически не выхожу а все мое общение с людьми сводится сэн бле господи сводится к интернет переписки с анонимусами у которых нет нереального имени ни пола не возраста эдакий обломов 21 века да нет амблумов был просто лентяй жесточайший а ты ну как бы оболочка человека может быть маститый писатель напишет мне обо мне роман который станет классикой современной литературы но вот игру про тебя сделали или напишу я сам причем нет что себя обманывать уже не раз пытался но меня не хватало даже на короткий рассказ изучал я и множество других вещей рисовать не дано от природы называется мама роди меня обратно программирование надоело но с программированием и ребят я сейчас я за топливом подождите не резко стало все понятно арбузик кстати пока мы перейдем короче пока мы перейдем к основному я с него уже на самом деле опух с этого чувака просто капец какой-то любил я разве что читать но даже при этом никогда бы не назвал себя эрудированным человеком окей ну вот я вот читаю видите возможно я был асом если понимаете о чем я в просмотре аниме игра с мейстером неумелых шуточек в интернете короче вот если вы хотите безнадежную жизнь смотрите аниме и будьте гра с мейстером неумелых шуточек в интернете идеально остановка и ожидания автобуса кстати терпеть не могу вот наверное первую первой целью бы моей жизни вот если пьено то не было первая цель жизни была покупка машины любой абсолютно хоть айки засраты хоть там пятерки какой-нибудь хоть копейки но лишь бы там был бы мотор и крутились колеса в любом состоянии хоть там дыры для фистинга по всей машине я бы купил первым же делом только лишь бы не вот с этим автобусом не корячиться ненавижу автобуса может быть заняться бизнесом нет так бизнес не делается в таком состоянии чувак или пойти работать в офис нет уж фигушки 1 что он живет то что он жрет может стоит попробовать фриланс тоже фрилансе чувак надо себя уметь продавать я вот не умею к сожалению продавать себя вот ну ладно что я умею кому я нужен какой кошмар слушайте ему нужен мотивационный коуч какой-то который вас зарядит энергии на все сто процент тони робинс какой-нибудь это кстати их клиента вот точно мне кажется вот мотивационных коучи вот таких полчаса читаешь этот к так вся игра такая в смысле в смысле лютый жмых ты чё думал тебе хентай что ли ты сначала твое воображение нужно возбудить понимаешь для контраста тебе нужен вот это вот но до чтобы ударился вот она прямо сейчас прямо с первых минут игры тебя погружает в это дно так значит чё как строчка из профиля в социальной сети осталось лишь имя да те чувства которые захлёстали меня когда я был с ней теплота нежное желание озаботиться защитить нифига себе гормоны как ударили жаль что это продолжалось так недолго наверно до первого диалога она с ним поговорила и все и все короче короче он сел в автобус даже не посмотрел какой автобус чё за автобус вот она пошла потекло говно по трубам какая-то очень известная мелодия играл в радиоприемнике у водителя но я ее не слушал я смотрел западевшее окно автобуса на проезжающий мимо машина ведь люди куда-то спешат ведь им что-то нужно погруженные свои дела не задумываются вопрос мучающих меня наверное у них тоже есть свои серьезные проблемы может им живется куда легче конечно конечно у тебя же самая сложная жизнь ты же сидишь на форумах я бы тоже наверное кукуха поехал славя это вообще какой-то покемон так лена ёкар на табабай ульяна песенка спасибо тебе большое алиса мику ну да я помню там была такая бесконечная лето зачем я с этим связался ноги сами понесли меня к двери черт похоже проспал остановку но двери не было выдавить шнур разбить стекло я оглядел автобус и понял что это непривычно мне потрепанное видыши вида ли ас самый настоящий и карус нифига себе по факту на самом деле теорема эскобара что то шо то хуйня шо это хуйня вот это обе хуйни такие шо я блять ебал ее маму рот меня похитили кстати идеальная жертва на органы ну по-хорошему смотрите он ни с кем не общается ведет замкнутый образ жизни его да ну никто не не заметит даже точно умер но да яркий свет там скорее всего похитили и вырезают лизенку я не знаю на какой рут пойду я понять не имею чё здесь будет но я буду максимально топить за электроникой я думаю если такое возможно вообще я спал на почему я да а потом короче провал какая-то девушка склонилась до мной наверно подумала что кто-то насрал вот она нежно нашептывает что-то мне на ухо почему-то вспоминание они мне становилось хорошо и спокойно изнутри поднималась приятное тепло расходящееся по всему телу может быть это эрекция может быть это она привезла меня сюда тогда надо ее найти короче все наконец-то у нас глава выключилась включился писюн значит тут есть люди на стройке оля-ля вот он полный экран уже тернеактуальная уже как бы вам автопереход время шрифт крупный контент для взрослых конечно надо отметить местность короче местность надо посмотреть кирпичная награда с воротами на которыми красовалась надпись совенок по бокам статуи пионеров а рядом на вывеске номер маршрута 410 сегодня рейс что-то затянулся усмехнулся я человек попал в экстремальную ситуацию иногда начинает вести себя неадекватно возможно сейчас со мной происходит что-то подобное мне казалось совсем не заброшенным ворота не заржавели кладка не осыпалась совенок что может так называть что что может так называться может быть надпись низу пионер лагерь нет наверное это тюрьма блин судя по статуям пионеров наверное детский лагерь причем лагерь действующий естественно сам простой объяснение как всегда ничегошеньки не объясняет незнакомка изменившийся автобус лето пионер лагерь в голове за долю секунды пронеслись тысячи теорий от похищения инопланетянами до литургического сна от галлюцинации до полюции ни одна из них не было хуже другое но остановиться на какой-то можно ну короче было невозможно меня осенило попробую позвонить я достал мобильник и набрал первый попавшийся номер с телефонной книги ему никто не ответил потому что у него там нет контактов скорее сюда же однако вместо палочек приема на экране голел жирный крест как и на твоей жизни ладно возможно такой глуши связи нет но я попал же сюда но не попал сюда один автобус ведь сами по себе не ездят я обошел со всех сторон убедился что это не галлюцинация коми грязи на днище кое-где виднеется ржавчин выцвешая краской потертая резина это определенно самые обычные карус именно такие увозят непонятно куда если нечаянно заснешь на органы у меня вырвался нервный смешок именно вырвался сам по себе непроизвольно ведь не место и не время шутить кругом враги неужели все так и закончится моя жизнь ведь я столько всего хотел сделать столько всего хотел сделать этот чел блин а столько не успел обалдеть у нас список дел был оказывается невероятно просто но почему это несправедливо неужели хуже других господи за что я в это играю ёперный театр ты что в рубашке да я подготовил смотреть я кстати я первый раз вообще надел эту рубашку чтобы понимали она у меня же висит года так господи 4 слезы нестерпимо жгли глаза я свернулся калачиком и начал как я думал начал типа катиться по траве было бы прикольно за что почему почему я окончательно захлебнулся рыданиями и просто сколько ему лет кстати интересно говоря что он там рыданиями захлебнулся интересно где как-то в венецию приехал на автобусе вот меня как автобус высадил на острове тупо где нет ни хрена там на острове одна парковка и мост километров 30 до материка вот и все и дальше типа мне надо было как-то на лодке плыть в город то есть искать не знаю какие-то пути как добраться до там туристического центра вот это был абсер а у тебя здесь все нормально я не рыдал кстати говоря я единственное что я со страха но у меня как бы такое нервное есть психосоматическое что меня очень быстро в туалет несет поэтому я первым делом что я сделал венец и обосрался на самом деле обосрался подумал пока этим всем занимался и нашел решение может быть ему стоило сделать то же самое кстати кустов то навалом все кустистые в конце концов если бы меня хотели убить зачем все это ну потому что тебя чувак тебя взяли на автобус пионерлагерь он явно заброшенный ну многие пионерлагеря заброшен там могут базироваться какие-то хирурги например да понимаете которые будут трансплантировать твои органы в кого-нибудь более стоящего судя по всему этот лагерь из конечно лагерь единственное место где могли быть люди поэтому я решил пойти туда гений и уже почти дошел до ворот как оттуда выглянула девочка опана наконец-то господи ты иисусе мы дошли до этого сквозь сквозь я пошел еще сыр подрежу сквозь часы страданий зачитывание всем им 18 как мы это знаем уже из заставки при оба не видно впрочем девочки здесь я застыл на месте не в силу сделать ни шагу очень хотелось убежать ну правильно ты же увидел девушку время бежать подальше отсюда подальше от этого автобуса ворот статуй подальше от этой чертовой птицы с ее сиестой просто бежать бежать свободно словно ветер по травке же лучше чтобы щекотала бежать все быстрее маша рукой прилетающим мимо планетам подмигивая галактикам устремясь бесконечно вечное прикоснувшийся к божественному сам стал богоподобен и устремлен в это бесконечно все пиздуй бороздой и я попиздил славянское лицо длинные косы похоже на две толстые сайт эльки значит голубые глаза в которых казалось можно утонуть привет ты но он наверно просто первый раз вышел из коморки свою видел девушку любую первопопавшуюся такой нихуя тебе привет ты наверное только что приехал ну да вы лучше бы не отвечал короче что ж добро пожаловать тяночка зачетная что тут можно сказать она широко улыбнулась странно но передо мной как будто совершенно обычная девочка а что она какая необычная типа поперек должно быть что эх не стоило вообще сюда возвращаться лучше уж в леса поля поля чувак ну что делать дальше пытаясь общаться с ней пытаться общаться с ней как с человеком нет ты что нет с девочками так нельзя нет ебка ломана пытаться общаться как с человеком блин какой да боже мой ладно что смешно девочка скинула кинула меня взглядом по спине пробежали мурашки заражали колени и ничего и ничего дружище с кем не бывает стресс возраст так тебя кважаты надо она все расскажет смотри сейчас идешь прямо прямо доходишь до площади затем налево будешь дальше будут домики она показала в сторону ворот как будто я знал что за ними ну спросят бы может где домик ольги дмитриевны я горит симен все понял естественно я ничего не понял да а уж да а когда хентай кстати идеальный клип щас мот мои эмоции Блин, про главного героя Кентай на пятый день Ёперный тебя Короче, Ульяну А Ульяна на первый день дает Простояв немного, я направился В лагерь Буквально через 50 метров Слева, словно из-под земли Выросло небольшое одноэтажное здание У меня язык будет болеть завтра, блин Вывеска рядом с дверью Гласила Клубы А вывеска чуть левее Гласила гей Я уже было Собирался подойти поближе Но тут, ёп-тап И испугалась снова главного героя нашего Он снова обосрался И убежал Увидев меня, девочка замерла Будто бы от испуга Я застыл на месте, думая Как лучше поступить Подойти первым Или подождать пока она сама проявит инициативу. Я застыл на месте. Ну, естественно. Выбор без выбора, блин. Сука. Я застыл на месте, думая, как лучше поступить. Подойти первым или подождать, пока она сама проявит инициативу. Или все же бежать. Конечно, бежать. Блин, я хочу этот выбор. Я бы сразу бежал бы. Ты просто еще не видел электроника с его сосочками. Тогда бы тебе не хотелось никуда бежать. Короче, девочка бояться не стоит. И тут на она. Короче, неожиданно из соседних кустов выскочило что-то. Девочка в ярко-красной футболке с надписью Чичичипи. Ладно, задорного не смотрели. Издалека она казалась совсем маленькой и, наверное, по возрасту была младшей и той пионеркой у ворот. И этой на пороге клубов так им по 18 всем минимум. В смысле младше. Ну, она, она и похожа. Джейлбейт такой выпрыгнул, короче. Я бы, наверное, так и наблюдал их занимательный диалог, но СССР вдруг достала что-то из кармана и начала трясти этим перед моим лицом. Ой, перед лицом первой девочки. Ну да, достала кое-что из штанов и потрясла. Отлично. А, это не то, что я думал. Этим оказывался Кузнечик. Неплохое начало дня. Я совершенно не знаю, где я. Да, еще какие-то тут дети играют в пионеров. Так дети все-таки или не дети? Ты определись, дети это или не дети. Это важный вообще-то момент. Дон ищет девушку смотреть без... Я ищу девушку, я не ищу девушку. Я жажду увидеть электроник. Снаружи дома выглядели уютно. Я сам, хоть родился в Советском Союзе, никогда не был ни пионером, ни даже октябренком. И представлял себе быт обычного пионерлагеря несколько по-другому. Огромные бараки. Это другой лагерь. Тоже лагерь, но другой с бараками. Обама. Неожиданный удар по спине. Я пошатнулся, но стоял на ногах, развернулся, уже приготовился вмазать, как... Передо мной стояла всего лишь еще одна девочка. Да в смысле всего лишь? У тебя до этого в жизни вообще их не было. Господи, ты по пальцам можешь... загибать, короче, считай. Ты че, у тебя, блин, каждая новая тянка здесь, как событие должно быть. Ты радоваться должен. Как быстро йокало мане привыкаем к хорошему. Всего лишь еще одна девочка, короче. До удивления я открыл рот и приготовился... Челюсть с пола подними. Я закрыл... Блядь, игрука! Игра, которую мы заслужили! Просто... Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Та же пионерская форма, только на ней она сидела, скажем так, вызывающе. Ну, на всех по-разному сидит. Я тоже, кстати, так же могу сделать... А! Там обрезается снизу камера. Ну ладно, тогда не буду делать. Вас спасло... Ну, кроп спас, короче. Ладно, увидимся Она грозно стрельнула в меня глазами И прошла мимо Вот это жизнь Ёкола мане у человека Я подождал, когда пионерка Скроется за поворотом Мало ли что, она еще могла выкинуть Невероятно просто Вот это странно Мне, кстати, про пионера, которую выкидывают Вчера звонит телефон Я еду как раз к родителям Собираюсь звонить телефон Поднимаю трубку Номер 495, городской Поднимаю трубку У меня сразу в трубку Даниил Сергеевич Баба такая какая-то мерзкая Даниил Сергеевич А я на все Короче, телефонные звонки Которые с городского ко мне поступают на телефон Я всегда молчу Потому что, ну, никто хорошего не позвонит Если звонит кто-то Нужный Он всегда уточнит Или представится Или как-то попросит На контакт выйти В общем, что-то Какой-то диалог завяжется А когда звонит всякое отребье Я всегда просто молчу Вот на этот раз я молчу Она такая Даниил Сергеевич Такая мне, типа Вы глухой? Я думаю, что ты тварь Так Боже Как людей свет носит Просто Говорит Вы глухой? Пипец Ладно Я подождал Когда Ну, короче Не выкину Она Самое интересное Что даже Это враждебная Блядь Враждебная Девочка О-о-о-о-о Ё-моё Показалось мне Совершенно нормальной В ней Не ощущалось Какой-либо Смертельной Опасности Сука Блядь А чё А чё Она должна Голову Шли Тебя Откусить В смысле Сука Куда же Мне сказала Идти Та девочка Ну, куда Туда, чувак Туда Налево Или Нахуй Нахуй Направо Нахуй Направо Зачем мы вообще Туда иду Ах, да Гена На, блядь Блядь Нахуй я сюда пришёл Ах, да Я же решил Казаться нормальным Чувак Ты палишься У меня наружу Зеркало подходит Ой, блядь Нароже Всё написано Пиздец Всё, сейчас догадай Вдруг голос из ванной Чуврашка Принеси мне полотенце Блядь Полотенце У тебя не получается Это Значит Направо Гена На Гена На Гена На Гена На Гена На Ах, крокодил в ванной Через небольшой Пролесок Казаться Нормальным Блядь Какой Ущерб Боже Как эта игра Поднимает самооценку На самом деле Пипец Просто Через небольшой Пролесок Я вышел На Пристань Наверное Не туда Свернул Ой Так Теперь Не сюда Я обернулся На её голос Передо мной Стоял Это Первый Тьфу Блин Это Надо по-другому Говорить В смысле Так Сейчас Прикол будет Подожди Сейчас Всё Я Готовлюсь Как ковбой Надо будет Закрывать Сейчас Передо мной Так Никто Господи Если он Сиськи увидит Он сразу Откинется Вечём Меня Славя Зовут Вообще Полное имя Славяна Но Без всё Меня зовут Славей Хорошо После этих слов Она когда-то Убежала Я сел на мостик И свесил Ноги в воду Невероятное Приключение Бля Ульяна Хватит бегать Я всё Ольге Дмитриевне Расскажу Такая Сучка Ты посмотри Вообще Дети бегают Она Сразу Закладывать Ну короче Славя Всё Славя Забанена Терпеть не могу Таких Ездит Гражданин Начальник Что стоишь Пойдём И хватит Издеваться Над Леной Я пытаюсь За Ольгу Дмитриевну Обосраться Ну Главный герой Точно Сдох Сразу Реной Что Почему именно Такая картинка Здесь Ничто не Предвещало Беды Блин Короче Стояла Девушка Лет 25 На вид У меня От этой песни Уже мозг Начинает Течь Внешность Вместе С фигурой Природа Не обделила Хотя Одна вещь В этом По Чего Вот ты бы лучше Вместо книжек С людьми Общался Побольше Пандемониуме Что такое Пандемониум Сборище Всех Злых Духов И демонов Это просто Женщина Чувак Это просто Женщина Да Вот тип Пандемониум Пришел Таки Отлично Меня Ольга Дмитриевна Зовут Я вожатая Очень приятно Симен Мы тебя С утра Ждем У вас Уже Встали Пипирки Я просто Стараюсь Я стараюсь Что у него Со ртом И там Зубы Как-то То есть Там зубы И нет губ Похоже Я родителям Хотел Письмо Написать Что удачно Добрался Но все Потекла Вожатая Мне почему-то Отчаянно Казалось Что удастся Что-нибудь Выяснить Если я буду Подыгрывать им Так мне Твои родители Полчаса назад Звонили Тебе Привет Передавали Значит Можно им Позвонить А то я Перед отъездом Забыл Сказать Кое-что А у нас Телефона Нет А как они Звонили Тогда А как они Звонили Только что Отмотайте Назад Там же Был Диалог А вот Я сам могу В смысле Блин Мне Твои Родители Полчаса Назад Звонили Звонили Вот она Это Пруф Так Как же Они Сюда Позвонили Я Только Из райцентра Вернулась Так С ними И поговорил Ах Так Вот Значит Как А мне Можно Как-нибудь В этот Райцент Чувак Ты уже В раю Нет Нет Она Как Из Гриффинов Это Короче Уборщица Помните Там На которой Нет 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 Вечером Приходи На ужин Не забудь Ага И Она Сдриснула Я Остался Наедине Со Славей Мне Тоже Пора Правильно Я Тоже Свалил Если Честно Ты Походи Горит Осмотрись Вот Так Куда Лучше Ничего Не Оставалось Кроме Как Воспользоваться Советом И пойти Осматривать Лагерь Проходя Через Местный Жилый Квартал Я Увидел Идущего На Сейчас Идущего Навстречу Мне пионера Наконец-то 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 Господи Я Ждал Тебя Именно Пионер А не Пионер И в этом Царстве Амазонок Есть Мужчины Да Детки Именно Так Привет Ты Новенький Наверное Симен Да А ты Откуда Да Я Все Уже Знаю А Что Да Уже Все Знают Я Кстати Электроник Настоящий Можешь Меня Так Звать Почему Такая Кликуха Ульянка Меня Еще Сыроежкой Зовет Люблю Есть Сырое Сыроежкой Не Подосиновиком Шутка За Атрис Фамилия У меня Такая Сыроежкин Мы Вышли К некой Постройке В которой Я Сразу Зачесался Нос Опознал Столовую А А Вот Это Я Понял Вы Здесь Принимайте Органическую Пищу Ну Что Это Вроде Того Охуеть Вот Это Да Блин Какой Титальдель Кринжа И Уже И так Все Плохо Очень А Вот Она Алиса Два Че Давайте Назовем Два Че Сразу О Нифига Рэйч Пошел Ба Да Тому Зло Чего Ты Сказал Как Ты Меня Назвал Кажется Она Услышала В Мгновение Ока Алиса Спрыгнула С крыльца И метнулась В нашу сторону Ладно Ты дальше Сам Как Небудь Ухо Усыпался Электроник Бросился Бежать Так Что Только Пятки Засверкали Похоже Оставшееся Время До ужина Мне предстоит Коротать Потянуть Ну Как Всегда По кругу Наше Повествование Крутится Короче Дальше Пошли На поле Бегали Дети Совершенно Разных Возрастов Вот Мальчик Лет Десяти Девочка Лет Четырнадцати Девочка Блять Опять Девочка Четырнадцати Лет Так Так Это же Ульяна Действительно Все Было Всем Восемнадцать Как Бы Ее Озвучить Эй Ты Как Микки Маус Короче Короче Играть Будешь Я Не знал Что Ответить С одной Страны Ничего Страшного Побегать Минут Десять С другой Моя ситуация Любой неверный Шаг Может Оказаться Фатальным Чего Пишите Хорош Моргни Два раза Студясь В соложниках Ну там Полчашечки По сути Вы же знаете Как микроволновка Работает Она Разогревает Молекулы Воды То есть Она Дает Вот эти Волны Какие-то Да Микроволны Они Действуют На Молекулы Воды Заставляя Их Двигаться От Движения Разогревается Вода Так Работает Микроволновка То есть Тупо Молекулы Вот это Бомбардируют Они Трутся И в итоге Подогревается Жидкость Вот я чувствую Голод У меня уже Меньше волнует Где я И что со мной Неужели Великие люди Тоже подвержены Подобному Не знаю И как Тогда К примеру Спартак В древности Поднимал Восстание Рабов Ну он Типа Покушал А потом Поднимал На Голодное Желудок Особо Не поднимешь Ничего Остается Только один Вывод Я не великий Человек И мне в принципе Все равно В какой машине Быть шестеренкой В какой же он Чмо В социуме Матрице Или непонятном Пионерлагере Это просто Трешаем А так Так Погнали Погнали Отлично Отличная Песня Ништяк Ништяк Отлично У тебя Хороший вкус Отлично Ладно Продолжаем Так Мою мысль Оборвала музыка Заигравшая С динамика Прикрепленного К фонарю Вот она Эта музыка Наверное Это сигнал К ужину И направился Может к расстрелу Откуда ты знаешь К расстрелу Непонятных Мутных Кентов Которые В детском Пионерлагере Появляются И пытаются Казаться Нормальными Я направился В сторону Столовой Благо Теперь Знал Где она На крыльце Стояла Ольга Дмитриевна Погнали Погнали Наконец-то Господи Ты Иисусе Я даже Не знал Что Так Ольга Дмитриевна Меня заведет Мы вместе Зашли Внутрь Столовая Представляла Из себя Не поверите Ребята Столовую Да А Я угадал Столовую Она представляла Из себя Невероятно Классно Чуть Я Ванга Теперь Я могу Делать Предсказание Значит Ольга Дмитриевна Семен Сейчас Подожди Мы тебе Место Найдем Она Кинула Взглядом Помещение Стой Двачевская Горбатова Я сказал Горбатова Ольга Дмитриевна Прикрикнула На проходящую Мимо Алису Блять Как я там Алису А Что Ты как Одета Как я Одета Действительно Наряд ее Был Несколько Вызывающим Куда бы Тебя Нам Посадить Короче Ольга Дмитриевна Такая Типа Выбирай Выбирай Семен Пики Таченый Пики Таченый Выдраченый Спасибо Был Тебя Эй Чего Тебя Спросила Довольно Грубо Ульянку Сидевшую Рядом Почему С нами Футбол Не стал Играть Я Не в форме Сказал Я показываю На свою одежду А Ну так Да ладно Ешь Диалог Ни о чем Опять Однако Есть было Особо нечего С тарелки Пропала Котлета Так Пытаться Отнять Котлет Маленькой Девочке Да Ну Настолько Человек Мерзкий Да Давай Попытаемся Я грозно Посмотрел На нее Уже Было Уже Было Вытяну Вперед Руку Вот Нет У меня Ее Смотри Действительно Тарелка Ульянки Была Пуста Похоже Ест Это Маленькая Девочка Так же Быстро Как Котлеты Воруют Обычно Когда Много Ешь Так же Много Срешь Пример Так Вернулась И протянула Мне Тарелка Да Вот Сейчас Прозвучало Видишь У меня Задержка Какая На Оповещениях Еще Дмящиеся Котлеты Вот Тебе Голодающий Поволжен Ну Кстати Так Вот Выглядит Вполне Себе Не знаю Уж Откуда На Котлету Это Короче Спасибо Все Подозрения Вмек Развеялись Мне Так Хотелось Есть Я Подцепил Вилкой Котлету И Обосрался Что Это Да Какой Это Жук Это Вкусная Точка Ребята Ах Ты Маленькая Ульяна Похоже Готова К такому Развитию Событий Уже Стояла В дверях Смеялась Так Как будто Услышала Свежую Шутку Петросяна Ну Я Всегда Смеялся Над Свежими Шутками Петросяна Я Не знаю Как Вы Но Когда Он Был В моде Я Прям Усывался Помню Был У него Какой То Рассказ Ну Да Я Шучу Конечно У него Просто Легли От этой шутки Такой Панч Был Невероятный Я бросился За ней Она А не Мы выбежали Столовая Нас разделяло Всего Несколько Десятков Метров Мне казалось Что я Легко Догоню Эту Тварь Мы Пробежали Площадь Помещение Клубов Не может И все Тут Ну Правильно Она ж мелкая У нее ножки Маленькие Коротенькие Че бы нет Я стоял И пытался Отдышаться Три Точья Вечерело Кажется Я забледился Ночью В лесу Мне явно Делать нечего Лучше Вернуться В лагерь Короче Так Что сейчас Имели право Расслабляться Не расслаблять Булки Все Вечереет Все Выползли Все твари Уже совсем Стемнело При любых Раскладах Ночевать Лучше в лагере Я уже собрался Идти назад Как кто-то Бесшумно Вынырнул У меня Из-за спины Не догнал Не догнал Яну Сейчас Дохну Глав надзирателе Кстати Да Она Улыбнулась Я расстроенно Кивнул головой И вздохнул Не удиви Не удивительно Никто Не может Да Уж Девочка Прямо Ракета Только Вот сопля У нее А Сопла Блин Я думал Типа сопля В разные стороны Ты иди пока К столовой Через минутку Хорошо Хорошо Я никак не ожидал Что в столь поздний час Там может быть Кто-то кроме меня И этот Кто-то Явно Безуспешно Пытался Открыть Дверь Наверное Ульяна Жрать Хочет Опять Ненасытная Мелкая Девочка Взловщиком Оказалась Алиса А ты сам Не хочешь Есть Что ли Ульянка Тебе поужинать Нормально Не дала Запугивает Бандосы 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 Кругом За тобой Второй Должок На счетчик Поставил Завтра Третий Будет А может Дону Записает Извучку Для Было Было Бы круто Да Можно Нарезать Все Что я Говорю Короче С этими Словами Алиса Скрылась В ночи А первой Ты за Что Ну Ты даже Ты женщина Чувак Ты Не знаешь Где ты Накосячил Но Как бы Тебе уже Прилетело Пока я ел Славя сидел Напротив Смотрел на меня Что у меня Что-то на лице Да Симон Пожалуй Вот я говорю И кто-то из мультперсонажей Так же говорил Как я сейчас Кстати Не помню Кто Правда Ну Нет Он не Микки Магус Микки Маус Немножко более Такой Голос Я никак Не мог Заставить Себя Быть более Осторожным С этой Девочкой Можно Задать Глупый Вопрос Нет Все Диалог Окончен Ладно Я побежал Спокойной Ночи Спокойной Мое внимание Привлекла Связка Ключей Торчавшая Из двери Настолько Душный Главный Герой Что нужно Хоть какой-то Экшен Делать Взять ключи Завтра Отдам А то мало Лишь Что тут По ночам Творится На каком Чувак Просто На каком Очке Всю Дорогу Не знаю Почему На вид Неизвестного Бронзового Строителя Коммунизма Настраивал Меня На созидательную Ладу Поэтому Их И ставили Я присел На лавочку И начал Прокручивать Клаве События Минушего дня Этим Созидание И ограничилось Офигеть Вот это Продуктивность Чувак Молодец Я так устал От всего нового И непонятно Что не мог Придумать Ровным счетом Ни единого Объяснения Всему происходящему Рядом Послышался Тихий шорох Я вздрогну Посмотрел в ту сторону Девочка Опять Я решил Подойти И поговорить Она единственная Из новых знакомых С кем мне не удалось Сегодня перекинуться И пару слов Привет Вот Король подкатов На самом деле Да Видите Как писька Включается Так сразу Нормальный диалог Привет Чего читаешь Лена От удивления Аж подпрыгнула На лавочке Я аккуратно Сел на край Лавочки После такого Оживленного разговора Посраться Какой оживленный разговор Если честно Мне Меньше всего Хотелось Находиться Здесь Отлично А ну да Это сарказм Он сарказмир Вау И как вообще Завязать с ней Разговор Поздно уже Мне пора Блядь И мне тоже Всего доброго До свидания Что-то так долго Да Гулял С лагерем Знакомился Ладно Спать Будешь Здесь Пионер Должен Вожать Старших Грозно Сказала Ольга Дмитриевна Должен Конечно Кто же Спорит Пролепетал Я в ответ Не понимая Что же Не так Опять Обосрался И не понял Почему Или ты Она пристально Посмотрела На меня А ты не Пидорок Ли часом Возрослых Надо называть На вы Кто тебя Заставил В это Играть Любопытство Мое Я крайне Любопытен Просто Но эта девушка В лучшем случае На пару лет Меня старше То Ему Двадцать Три Что ли Я То Думал Господи Ему Двадцать Три Всего Перед глазами Пролетел Автобус И Хидное Лицо Ульянки Славя В трусах И даже Воспоминания Об Алисе Не вызвали Каких-то Уж очень Отрицательных Эмоций Время Приближалось К полудню Ленивая Нифига Полдень Ты встаешь Пионер Что за Пионер Лагерь В полдень Встает Ведь я Вчера Запросто Заснул Здесь А до этого Мила Беседовал С местными Древней Выглядел Так Лифончик Кстати Забыла По-прежнему Так же Как и вчера Все было Как будто На своих местах Разве что На спинке Кровати Висела Пионерская Форма Она Здесь Не висит Не висит Или это Пионерская Носок Бюстгальтер Я с недоверием Покрутил ее В руках Примерил Ну да В принципе И оделся Посмотреть бы Теперь на себя Наверняка Выгляжу Как клоун Так и есть А для этого Нужно зеркало Нашлось Оно на Дверце Шкаф Это мы Бог ты мой Срань господня Выключите это Быстрее Я взглянул На испеченного Пионера Я аж Отпрыгнул в сторону От неожиданности Я был похож На Дауна Меня не закинули Назад во времени Или в параллельную Реальность А просто поменяли С кем-то телами Блин Лучше б тебя На кого-нибудь Другого поменяли На улице Ярко светилось солнце Дул легкий ветерок Прекрасный летний день Я уже нескольких лет Не чувствовал себя По дурам Так хорошо Готовы К очередной порции Кринжа Вдруг Короче Передо мной Из ниоткуда Появилась Ольга Дмитриевна Надо сейчас Ее голос Будет делать Блин Доброе утро Семен Здорово Хотя ладно Вот Держи Покушай мой пирожок Она протянула Мне бумажный Сверток Судя по масляным Пятнам Внутри Скорее всего Масло Внутри Скорее всего Масло Было Это печально Внутри Оказалась Зубная щетка Но это мы поняли Пионер Должен Всегда быть Чист И опрятен И не забудь Про линейку И не забудь Про линейку В точности Измерь Свою пипирку Семь раз Отметь Один раз Семени Спорить Спорить было Бессмысленно Ну так и не надо Я направился В сторону Подмывочной Вот На отдельный Душ и туалет Рассчитывать Не приходилось Но при виде Этого Выкидыша Загнивающего Социализма Ооо Нихера Какие у нас Отсовит геймс Поклепно Социализм Причудливые Я кстати ненавижу Когда общие душевые Меня это так Выбешивает Я так на первом курсе В бассейн ходил У нас бассейн был Вот И вынужден стоять Голой жопой В проход Почему дверку Не сделать Ну это же Это даже Не армия Это универ Ну сделай ты дверку Че сложно Давай я вместо Физкультуры Возьму дверки Поставлю в душе Не вопрос Только дайте дверки Мне Так вот Проблема в том Смотрите Что на ОФП Общую физическую Подготовку Ходили только Страшные девки У нас И в итоге Ты плаваешь В бассейне С Волосатыми Короче Южными Мужчинами Да Ну а че Ребята плавают Но ты-то плаваешь Среди их волос И страшных девочек В прыщах Это просто Было ужасно И я Честно Не смог Этого выдержать Я пошел И намутил Справку Чтобы меня Значит Вписали В ЛФК По-моему Да Это называлось Короче Убрали Меня с этой ОФП И в итоге Я вообще На физкультуру Не ходил В универе Да Я просто забил И потом Под конец Пришел К нашей Руководительнице По физкультуре Вот И она Меня увидела Впервые За три года Говорит О привет Какие люди Я говорю Можно Что-нибудь Какую-нибудь Оценочку Она говорит Ну На тебе Тройку Я говорю Отлично Меня устраивает Тройка Ладно Короче Душ Все Все поняли Терпеть не могу Такие души В пакетике Которые дала мне Ольга Дмитриевна И нашлось Зубной пасты Можно конечно Углем По-моему Можно еще Чистить Это пионерлагерь Там много угля Ты просто Идешь в ближайший Костер Берешь уголь И начинаешь Чистить По-моему Уголь тоже Чистит Зубы Насколько Я помню Кто-то Быстро Шел Даже Бежал В мою сторону Я обернулся Ух ты Ёкалом Передо мной Стояла Славя В спортивном Костюме Ладно Хорош Хорош Плюс Один За Славю Вот Уже Знаете Че Дайте Подсчитывать Дайте Подсчитывать Я сейчас За бумажкой Итак У нас Славя Славя У нас Огребла На прошлом Стриме Минус Один За то Что она Кого-то там Сдала Ну Собиралась Сдать Я таких Не люблю Значит Но Вот за это Проявление Эффектное Плюс Один Плюс Один Славя Пока у Слави Ноль Кто есть Еще Кто есть Еще Давайте Подумаем Там Была Это Как Стремная Постоянно Крикливая Женщина Блин Как Алиса Вот Алиса Алиса Алисе Минус Один За Плохое поведение Плюс Один За ее форму Вот Электроник Сразу Плюс Пять До мной Стояла Славя Спортивного Костюма Похоже Эта девочка Будет Хорошо Выглядеть Абсолютно Во всем И в пионерской Форме И в купальнике И даже Наверное В космическом Скафандре Я Сразу Представляю Всех Девушек Поголовно В космическом Скафандре Физкульт Привет Окей То есть Бобр 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 у тебя в штанах Доброе утро Вот Вы же знаете Что Бивер Бобр по-английски Да Является Сленговым Словом В Америке И означает Именно Мохнатку Просвещаю вас Друзья мои Просвещаю Так Почему на завтрак Не пришел Проспал Ванга 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 А ну Отлично Тогда Не забудь Про линейку А я понял Как Кто я Разговариваю Я понял Это полотенчик Из Саус Парка У него Такой же Голос Я Блин Все Я теперь Понял Полотенчик Вдыхает В день До двух Тысяч Банок Спрея Для мониторов Я сижу На радуге Зачем Не смотрите Дети Не смотрите Что Какие дети Детей здесь нет О чем О чем вообще вопрос Ребят Напишите Вам есть 18 Тест на интеллект Нет Ну че Так Тест на интеллект Провалил Честный Значит Глупый Короче Есть 18 Да Это ответ Однозначный На поле Бегали дети Совершенно Разных Подростков Девочка Лет 14 Девочка Блять Так Так Это же Улья Да Действительно Все Было Всем 18 Смотрите Я научился Отвечать 18 Когда я Хотел Посмотреть Что-то По Первой РДР Когда она Вышла Еще тогда Вот На сайте Ракстара Меня спросили Типа Укажите Ваш Возраст Типа Когда Вы родились Я такой 91 Год У меня Тогда Еще Не Был 18 Вот И Ну Естественно Сказали Ну Тогда Чувак Тебе Смотреть Здесь Нечего Я Жутко Расстроился Тогда И на Всю Жизнь Запомнил Что Когда Тебе В интернете Спрашивают Тебе Есть 18 Надо Говорить Да Ну Это Ну Очевидно Стоило Быстренько Забежать Домой Закинуть Пакетик С умывальными Преднадлежными Сте Съесть Бутерброда И только Уже Потом Ити Я распахнул дверь домика вожатой И вбежал внутрь Как будто запрыгивал Последний вагон уходящего поезда Ох ты Ядрить Мадрить Тебя Уху Нихера себе Я знал Я знал Что этот момент придет Наконец-то Боже ты мой Аллилуйя Ладно Это было не лучшим решением Посреди комнаты стояла Ольга Дмитриевна Бля Я боюсь Следующую картинку Включать Ладно Стойте Рейтинг Ольга Дмитриевна Получила Плюс Пять За возможность Переодеваться Стучаться надо Теперь вон Ну вообще да Было бы нехило стучаться Особенно если ты живешь Вместе с женщиной Она протянула мне ключ Я положил его в карман Дом Конечно если Опустить Всю фан Блин Опять Толстого начитался Фантасмагоричность Происходящего Этот лагерь был далеко Не самым плохим местом На земле Мы шли вдоль домиков Пионеров Я уплетал бутерброды С колбасой Ольга Дмитриевна Трещала безумолку Ву-ву-ву, как трансформатор Но меня трещало безумно Ну, на самом деле, хорошо, когда кто-то говорит Мне это больше нравится, чем когда ты кого-то развлекаешь Как я вас Хорошо, когда кто-то говорит, действительно Вот они все Кстати, вот третья незнакомая девочка Ты запомнил план на неделю? План? Да Во многих смыслах я обычное полотенце Кроме одного Я подсел на травку И колеса И кислоту Реально, это история про полотенчик из Саус Парка, короче У него любая история Это про план или про что-нибудь Вот отлично Она посмотрела на Славю Принесла? Да Славя притянула какой-то листок Это обходной лист Тут четыре позиции За сегодня тебе нужно везде отметиться Как будто в ментовке Во-первых, записаться в клуб Они у нас в здании кружков И отдельно музыкальный Во-вторых, в медпункт зайди И в-третьих, в библиотеку Все понял Да Они вышли так быстро, что и слова сказать не успел Пропустил завтрак Теперь обед придется Да что же это такое? Впрочем, можно Может успею Как-нибудь Да как ты затрахал? Уже иди куда-нибудь Ради ты бога Боже мой Боже Иди Иди ты тварь Хватит про столовую рассуждать Какой пипец Либо пожрать В Медпункт Чувствовала себя куда бодрее, чем обычно Но Раз надо, так надо Я пошел Опа-на Новый Подождите У нас новый человек В нашем списке У нас есть еще Медсестра Ты присаживайся Я оглядел Комнату На кушеточку Я сел Нагибайся Раздевайся Меня, кстати, зовут Виолетта Но Ты можешь звать меня просто Виолой Как сыр, короче Ну чего сидишь? Раздевайся Да я не жаловался ни на что Мне было Я так медкомиссию проходил у хирурга Знаете Ну вы Если еще не знаете Вы узнаете Когда он говорит Ну нагибайся условно Да Вот Я к нему пришел в кабинет У меня все хорошо Все просто замечательно Он говорит Да Я говорю Да Ну и все Годен Короче Да Так Столовая мы уже были Библиотека Давайте зайдем в библиотеку Но где же библиотекарь? Найти ее оказалось не так уж сложно Вот на бирюзовой катуне продают свежего хариуса Пришли купить свежего хариуса А тут пипец Хариус спит Короткая стрижка Толстые очки Довольно приятное лицо Но вписывать ее я даже не буду Скорее всего В свой рейтинг Не ладно давайте спешу Библиотекарь Сейчас проснется посмотрим Что к чему Мило спала Не хотелось будить Решил почитать Шопенгауэр Мир как воля представления Открыл Да мы сейчас будем читать Шопенгауэра ребят Так И открыл На середине начал читать Епиху Матерь А слава богу Нет Господи ты Иисусе Нет Нет Ты че А А Господь всемогущий В дверь постучали Слава богу Я быстро закрыл книгу Поставил на место Какая отличная привычка стучать Надо бы взять на вооружение В библиотеку вошла Лена Привет А я вот книжку пришла отдать У нее в руках были унесенные ветром Которую я вчера видел Ой а Женя спит Тогда я попозже зайду Да в смысле она на работе спит Уже не сплю А не нормально Ну Затрудняюсь с рейтингом Пишите в чат Как вам Но я поставлю ей Минус пять Потому что Потому что Нет Вид у нее был такой Что продолжить разговор Не возникало никакого желания Еще минус пять Вид у нее был такой А ну так это да Еще минус пять Короче Лена подошла к ней Я дала книжечку Короче Поблагодарил Женю И ушел Все Так Значит у нас два здания Общих кружков И музыкальный кружок Давайте Музицируем Посмотрим Музыкальный клуб Одноэтажное здание Располагался подальше Я открыл дверь и вошел Упана Привет Ну тут на самом деле Ничего такого особенного нет Девочка кажется Что-то ищет И музычка Однозначно Получает За поиски Плюс Пятнадцать Девочка Что-то ищет Она стояла на четвереньках В такой пикантной позе Что я даже не сразу Решился Начать разговор Ей Ну не знаю Еще плюс пять Меня Мику зовут Нет Честно Честно Никто не верит Но меня правда так зовут Просто у меня мама из Японии Папа с ней познакомился Когда Она под рояль Короче Опять Под роялем застряла Какой кошмар Отлично Не хочешь к нам в клуб вступить Правда я тут пока одна Но с тобой нас будет двое Ооо Я еще плюс пять За эксклюзивность Да ладно тебе Я тебя научу играть Хочешь на трубе Например Или на кожаной флейте Я на все умею Честно Честно Спорю с девочкой Мультиинструменталом Бессмысленно Так как по ответу Наверняка последует Еще одна пулемет На очередь из слов Я подумаю А пока не могла бы ты подписать Да-да-да Конечно Давай Короче Мика набрала у нас За один Блин По-моему Больше чем все остальные Сразу Двадцать Тридцать Два Очка Ольга Дмитриевна Шесть Затем идет конечно Электроник С его пятью очками И одним очком Дайте еще Типа за очко Поставим электронику Очко Вот Все остальные Так Средненько А я повернулся Чтобы уходить Столкнулся Нос к носу с Алисой Она недобро Посмотрела на меня Злая девочка Зачем Пришел Она реально Она как тролль Короче В Ведьмаке Я направился К зданию Кружков Снова Выбор Волга Москвич Даже Не Нет выбора Это выбор Без выбора Я всегда выбор Москвич Что конечно Москвич Все таки Устали Волговод Я посрался Сейчас Только что Сказал Про Москвич Что ты Местоволгин Ладно Ничего Спасибо У тебя огромное С И в одном лице Я узнал Электроника А вторым Мне был Незнаком Так Привет Семен А мы тебя Ждали Кажется Он знает Все Обо всех А чего Вы меня Ждали Но Как же Ты пришел В наш Гей-клуб Кибернетиков Записываться Так Всегда рада Новым Членом Блядь Плюс Плюс Пять За Каламбурчик Отлично Шурик Уже Почти Обогнал Ольгу Дмитриевну Ага Все Разбавила Разбавила Эту Тусовочку Ну ладно Я обернулся Увидел Славю А Семен Надеюсь Они тебя Тут Не достают Да понимаешь На самом деле Мне бы просто Обходной Подписать Я решил Воспользоваться Ситуацией Он Он только что Прикрылся Женщиной И А давайте Вести Рейтинг Главному Герою Еще Кстати говоря И И сейчас Главный Герой Пал В моих Глазах На Минус Пять Баллов За Чможность Славя Взяла Листок И подошла К Шурику Подписывай Но подожди Мы еще Не кончили Кончили Подписывай Она посмотрела На него так Что возражать Шурик Не решился Он Подставил Свою Закорючку Ой Блин Не подставил Он Поставил Свою Закорючку Ребят Кому Нет 18 Уходите Ради Бога Уходите Отсюда Блять Вот Я притянул Обходное Она Не считая Сунула Листочек В карман Молодец Ну как Познакомился С нашей Медсестричкой Да Это реально Фильм Сергей Пряниш Как его Звали Сергей Пряниш Шкаф Прянишников Я не помню Как Да Сергей Прянишников Его звали Это как будто Его фильм Ладно Пора Уже На ужин И Наконец-то Я проголодал Сука Только Пожрать бы Тебе Тварь Ты такая Еще Минус Один Слопотал А вот И электроника На крыльце Стояло Несколько Человек Алиса Электроника Господи Ульяна Иславия Больше Не называй Меня Два Че Ты еще Пожалеешь Да не называл Я тебя так Тебе показалось Я забыл Как я Ульяну Озвучал Называл Называл Я все слышала Да тебя там вообще не было А вот и была, я в кустах сидела Что она по кустам делает постоянно? Здесь, кстати, музыка такая же, как у Сергея Прянишникова Вот я сейчас на паузу поставил Я уверен, что он просто после того, как сделал длительный перерыв от съемок фильмов Начал просто клепать игры Прям незримая его рука здесь Если вы брать из трех зол, не возражаешь, если я здесь присяду? Я забыл, как его звучит Ой, да, да, конечно, но если нет, не возражаю То есть садись, конечно Ужин в компании этой девочки начал превращаться в пытку Ииии, сука, как ты меня достал И вот минус пять тебе Короче, если минус двести он наберет за прохождение, да Да, это вот критическая точка, как по мне, минус 200 очков главный герой наберет. Я не буду ему ставить такие огромные какие-то баллы, там, минус 100 сразу, по чуть-чуть. Если он наберет минус 200, я постараюсь его убить просто. Выйди из столовой, я сел на ступеньки и решил подождать, когда переварится ужин. За всем, что ли? Он решил там насрать, что ли? На крыльце у меня был такой одноклассник, его из школы исключили. И он в отмеску на 1 сентября пришел к зданию школы на крыльцо и насрал на крыльцо. Сейчас он сидит в тюрьме, поэтому вот причинно-светственную связь вы эту улавливаете. Ну, если бы наш главный герой хоть что-то из себя представлял, он наверняка бы тоже сидел в тюрьме сейчас. Я просто сидел и смотрел, как на лагерь опускается ночь. Здесь было все таким живым днем. Громкий детский смех, веселые крики, суета, беготня, шум и гам, спортивные игры и купание на пляже. Но с наступлением темноты совенок резко преображался. Дневные звуки сменялись тишиной, которая лишь изредка нарушала сверчки. Ночные птицы. Лагерь засыпал. В каждой тени можно было узнать кого угодно. Привидение, лешего, просто дикое животное, но никак не пионера. Как будто РЕН-ТВ. Все это я понял еще по вчерашней ночи. Местные жители строго следователи... Следовали... Следователи... Следовали заведенному распорядку. Дневной лагерь во власти людей. Ночной же, скорее, сил природы еще получает минус два очка за то, что он ведет себя как мудила. Пойдем в карты играть на раздевание. Ольга Дмитриевна, а Семен как раз хотел у вас карты попросить. Опа-на! Это он сейчас что, подставил меня, получается? О-о-о, Рамсы! Валера, твой выход! Парни, парни, парни! А че это за подстава такая? Электроник получает минус... Даже не знаю. Я че подумал? Я че подумал? Смотрите. Почему, какого черта мы ведем, как в старые времена все на бумажках? Давайте сделаем... Все-таки откроем Excel. Рейтинг по лагерю у Савенок. Вот. Отлично. Давайте посчитаем. У Слави сейчас ноль. Заслуженный. Ни рыб, ни мясо. Ни рыб, ни мясо. Так, дальше пошли. Ольга Дмитриевна получила у нас уже семь. Ульянка. Ульянка минус один. Значит, Алиса получила по-прежнему ноль. Я не знаю, как так, но ноль. Электроник всего один. Он нивелировал своим поведением мудацким. Лена минус один. Смотрите-ка, в аутсайдерах-то у нас. Значит, медсестра плюс четыре. Ой, это Шурик. Нет, где Шурик. Шурик получил восемь баллов. Медсестра получила четыре балла. Значит, библиотекарша получила минус десять. Мику, ё-моё, тридцать шесть баллов получила Мику. И главный герой, насколько он успел обосраться уже. Давайте посчитаем. Это тоже интересный рейтинг. Семнадцать. Минус девятнадцать баллов. Вот эта диаграмма нужна. Значит, рейтинг Савёнка. Пойти за картами со Славией. Ну, давай со Славией. Одному ходить неудобно. Неудобно ходить со Славией. Пошли со Славией. Если ты не против, конечно, конечно, пошли. Сказала Славя. Мы направились в сторону домика вожатой. Где-то на полпути Славя вдруг остановилась. Ой, мне посрать надо. А, нет. Ой, я забыла. Карта-то у меня. Ха-ха, ха-ха, ха-ха. Я не знаю даже, как на это реагировать. Это очевидная тупизна. Славя показала, довольно крючкарта показала. Краплёная, небось. Жульничать не спортивно. Ну, она честная до усрачки. А уж жульничать не зная правила игры. Пойдём. Пойдём. На обратном пути я решил поговорить с ним в надежде на что-нибудь. Я решил действовать по-другому. А что тебе нравится? В смысле? Ну, твои увлечения. Я природу люблю. Странно, но сейчас она почему-то немногословна. Природу ясно. Хочешь стать натуристкой? Скорее краеведом. Всегда интересовалась история родной страны. Это действительно похоже на неё оказалось. Из всех местных обитателей она единственная, кто не скрывал в себе никаких загадок. А вдруг её тоже как-нибудь сюда забросила она просто так, как и я, не хочет никому доверять до конца. Главный герой прямо сейчас отхватывает ещё минус 2 балла. Минус 21 у него теперь. Я решил пощупать почву. Геолог, сука. Юный геолог просто. Я решил пощупать почву. Значит, они вернулись, и Ольга Дмитриевна сказала Славе. Я же вспомнила, что карты у тебя. Да ничего, мы понесли. Уже собирался последовать за ними, как вдруг кто-то резко дёрдал меня за руку. Это была Алиса. Она смотрела так, что у меня мурашки побежали по спине. Тебе что-то нужно? Осторожно спросил я. Что, тоже планируешь участвовать в этой дурацкой игре? Ну да, что такого? Нет ничего. Она уже собиралась уходить, но вдруг обернулась, внимательно посмотрела на меня, улыбнувшись. А в карты ты играть умеешь? Умею немного. Я никак не мог понять, что ей от меня нужно. В дурака небось и всё? Ты как будто звезда покера. Ну, в принципе, да. Значит, у тебя тут шансов никаких, сучка. Что ты всё уйти пытаешься? А в чём, собственно, ещё говорить? Давай поспорим. Ладно, она теряет свой балл, потому что она какая-то неадекватная, на самом деле. У Алисы снова ноль. Ты про что? Какой же ты тупой! Отыгрывает по-тихому. Про карты, про что ещё? И какой же предмет спора? Что я тебя обыграю? Ну, это самый вероятный исход. Спокойно согласился я. Значит, ты боишься меня? Я не боюсь. Просто не привык спорить, когда не уверен. И рисковать-то тоже не привык. Ладно, она отыграла этот балл. Просто уделала. Сама наблюдательность. Ладно, тогда я... Нет уж! Блин, ни хера. Она его скрутит, пацаны. Я вам говорю, она его скрутит в итоге. Так, что же ещё? Обессильно вздохнула я. Алиса начала мне надоедать своей пустой болтовнёй. Про какой-то бессмысленный спор. Если нагласишься спорить, я всем расскажу, что ты ко мне приставал. Плюс один за шантаж у Алиса. Это... И что будет, если я выиграю? Я никому ничего не скажу. А если проиграю... Какой же ты тупой! Расскажи, что ты ко мне приставал. Говорила же уже. С другой, она вполне могла сильно сложить мою жизнь в лагере. Да ты, блин, ты просто... Ты... Тебе вообще насрать на твою жизнь в лагере должно быть. Ты же какие-то перспективы начал строить. Хотя можно ли ей верить? Даже если я выиграю, не претворительно в жизнь свою угроза. Ты что решил? Я уже был собирался ответить. И как у меня из-за спины бесшумно вынурнула Лена. Откуда из-за спины конкретнее? Чего тебе? Ничего. Лена сдриснула? Ну, говори. Зачем Лену сюда впихнули? Это же не имеет никакого... Так, поспорить с Алисой. Ну, я не знаю. Я не знаю. Если гнуть линию главного героя, то, конечно, не спорить с Алисой. 21, я поиграю. Поспорить. Возможно, я еще сто раз пожалею об этом. Ладно, идет. Внутри все уже было готово. Там толпились пионеры. Я весело разговариваю о своем. Столы сдвинули поближе к стенам, чтобы освободить место для игроков и зрителей. Это как будто тюремный бой сейчас какой-то будет, мне кажется. В дальнем углу что-то происходило. Я видел большой лист, ватно, с какой-то схемой. Ёперный театр. В списке участников обнаружилось и мое имя. Я играю с Леной, да, видимо, этот вот темнокожий паренек. Это я почему-то. Ну, ладно. А призы какие-нибудь будут? Да, вилкой в глаз и в попу раз. В сему свое время еще не все собрались. Я кинул столовую взглядом, все на месте. Вроде бы все. USB здесь. Никита, Стас, Гена. Как же, Жени нет. Какой Жени мне показалось, что он сказал это с волнованным тоном. Ну, нет и нет. Что теперь? Поставь вместо него кого-нибудь другого. Нельзя. Растягиваю каждую букву, ответил он. Я не устал уточнять, почему именно нельзя. Ну, сходи теперь за ней. Я не знаю, что. Какая-то Женя. Я даже не знаю, кто это. Так, кто такая Женя? Не надо ему никуда ходить. Он организатор. Ему не положено. О, это тоже вписалось, кстати. Значит. Но, Ольга Дмитриевна. Значит. Семен сходит. А, нашли шестерку. Так. Так, Семен. Она посмотрела на меня и улыбнулась. Конечно. Всегда я. А где она? Наверное, в библиотеке. Ладно. Протянул я и направился к дверям. Однако Женя нашлась раньше. Она сидела на лавочке, устаившись в сторону безмолвного Генда. Что ты тут делаешь? Тебя все обыскались. Сижу, как видишь. Она нахмурилась. Пойдем скорее. Не хочу. Женя отвернулась. Почему? Не хочу и все. Я сел рядом. Блядь. Женя сразу отхватывает. У меня еще минус два балла. Слушай, мне тоже не очень нравится эта затея. Нельзя же всех подводить. Какое ответственное. Мои слова звучали так, словно их говорил кто-то другой. Еще пару назад. Мне было бы насрать. Но сейчас все изменилось. Женя удивленно посмотрел на меня. Так что все только меня ждут. А я тебе о чем? Да. Все равно нет. Она нахмурилась и снова отвернулась. Ну, такой нестабильный гормональный фон. Я не умею играть в карты. Блядь. Как будто я умею. Ну и как тогда играть? Да походу разберешься. Господи. Ты умеешь только то, о чем читала в книгах? Конечно. Через минуту мы уже стояли в столовой. То есть он как-то ее уломал даже прийти. Неплохо. Так. Молодец. Все внимательно смотрели на электроника. Итак. Прокашлялся он. У меня коронавирус. Каждый тур состоит из одной игры. В случае ничьей будет переигровка. После этого проигравший выбывает. Начинает следующий тур. Поскольку добровольцев. Восемь. То и туров будет. Три. Все ясно. А призы? Какие призы? Как ты затрахала со своими призами. Примерно. Пионеры наконец угомонились. Я подошел к столу, за которым сидела Лена. Не возражаете? Она подняла на меня глаза и покраснела. Не волнуйся. Я тоже правила не знаю. И почему тоже? Теперь можете их открыть. Что за карты такие? Блядь. Во что я играю? Что за дрянь? Правила такие же, как в покере. Так. Привет. Такой же покер, как в автомате в Майсмркаре, если что. То есть он тупо собрал покерный турнир. Вот это ништячок. Ладно. Что там говорил Электрон? Чтобы пытаться запутать соперника, нужно поменять карты местами. И так два раза. И можно не менять, защищать мне карту или нет. Да блядь, играй ты тварь, играй! Спасибо. Не, у меня, смотрите, у меня две пары. Ёбаный рот этого казино, блядь. Ты кто такой, сука? Что в это сделал? Вы что, дебилы? Вы что, ебанутые, что ли? Победа. Пара на семерках. Я хорошо. Я победил. Вот уж действительно трудно играть в игру, так что придумано. Да если это покер, как оно только что придумано? В смысле? Что за тупизна? Он же сказал ему правила, как в покере. Но это типа не покер. Это считается только что придуманная игра. Нет, это трэш. Это трэш просто. Его интеллектуальные способности близятся к нулю. В смысле? Програжден должен быть уничтожен. Давай, давай. Вспомни, как ты был сперматозоидом. Ты же как-то попал. Ты же как-то родился на свет. Ты первую гонку выиграл свою в жизни. Давай. Так, мы играем с Ульяной. Отлично. С детьми играть лучше всего. Я не буду это читать, потому что это все бред полный. У нас Ульянка появилась напротив нас. Говорит она. С улыбкой до ушей она уставилась на меня. То есть, ну она как-то выиграла, получается. Как это ты Лену обыграл? Я жульничал, наверное. Снова широко лопнулась. Будешь мне поддаваться? И не надейся. Ну вот. Тогда я сама буду выбирать, какую карту тебе отдать. Ты правило слышала? Да, плевать. Похоже, действительно насрать. Значит, тогда я буду отдавать тебе только те карты, что я выберу сам. Договорились. Водушевленной победе. В принципе, это ничем не отличается от игры с Леной. То же самое абсолютно. Теперь я захватываю ее карту. А, она типа отдает любую. Отлично. Дура что ли? Дура что ли? Подожди, подожди, подожди. Опять две пары у нас, кстати. Пришел у нас туз еще сверху. Ну, Ульяна обосралась, естественно. Никто не сомневался. Эй, так нечестно. Ты должен был поддаваться и проиграть. Она от недовольства... Кстати, когда я так говорю, был такой историк Эдвард Родзинский. Он также говорил примерно, как Ульяна. От недовольства она надула щеки и стала похожа на колобка. Она просто, как любое животное, она старается произвести впечатление и выглядеть больше. То есть, кошки там на дыбы встают, бочком вот так вот идут, да? Еноты встают на две ноги задние, типа. Да все животные так делают. А Ульяна раздувает щеки. Давай переиграем, только теперь ты поддашься, слышишь? Ты должен проиграть. Я вообще с тобой не собираюсь играть второй раз, спокойно сказал я. Ах, так? Да, так. Тогда я всем расскажу, что ты к Алисе приставал. У него нет вариантов. У него просто нет вариантов. Да пох. Да я пристану к Алисе. Все, господи, что за... Что? Санина какая! О, боже ты мой! Перегнулся через стол, грозно посмотрел на нее. Значит, подслушивала. Не подслушивала, а просто мимо проходила. В конце концов, сыграть лишний раунд это когда лучше, чем... А ведь она может. Блядь, только не играй лишний раунд! Переиграем, ничего страшного! Что? Что? Блядь! Серьезно? 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 Почему я к нему плохо отношусь? Потому что это просто... Он сейчас только что минус 10. Ладно, погнали. Сдаем. Твою-то матерь! Снова... Ой, блядь, две пары снова. Ну ты че, угораешь? А че она насобирала-то в итоге? Подождите секундочку. Так не честно. Я внимательно посмотрел на схему турнира, и мне досталась Алиса! Да, детка, я глупый, естественно, уткнулся. Как будто боюсь ее. Поздравляю с победой. Рассчитываешь выиграть? Рассчитываешь, что ты сделаешь свое обещание? Ладно, погнали. Четверка. Четверка. Не вариа... Ну, ладно. Окей. Пара на тузах. Хрен пойми с чем. Но все-таки выиграл. Нежели пара на шестерках. Полная... Вдруг захотелось сделать себе подарок в честь победы и искупаться. Вечером здесь никого не должно быть, поэтому я разделся до трусов. Господи, какая эротика. И зашел в воду. Опа-на! Обосраться можно! Вот это да! Вот это да! Нас реально сейчас схватит. Нас схватит в оборот. Нормально. И тут бах! Удар по спине отправил меня под воду. Я начал захлебываться, но усилием волю взял себя в руки и вынурнул, схватившись за буйок. Но буйок оказался не буйком! Ёпть! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Я обернулся и увидел Алису, плывущую за мной. Вон самое ценное, короче, пытается спрятать. А-а-а! Ой, блин. Так. Ладно. Ты что творишь? Как что? Приветствую победителя. А если бы я утонул? Ну, я бы тебя спасла. Ага, как же. Находиться здесь было попросту опасно. Утопит еще на ровен час. Поэтому, вложив все силы... Последний рывок, я поплыл к берегу! Спасайся! Цепляйся за свою жалкую жизнь, Семен! А ты неплохо плаваешь, говорит она. Не сказал бы. Ага, и ты тоже. Ну, я-то понятно. Я промолчал. Ты сегодня у меня уже два раза выиграл. Значит, тебе прощаются те два долга. Блин, нифига. Какие долги? О чем она вообще? Алиса, похоже, не совсем здраво воспринимала действительность. Но она забавная. Радушно, благодарю. Короче, съязвила. Знаешь, а ты не такой уж и неудачник. Такой. Опанцы. Ох ты. Алиса была одета в купальник, который хорошо подчеркивал все прелести ее фигуры. Я уже давал Алисе, на самом деле, за фигуру балл. Но ладно, за всю эту херню она вызывает у меня симпатию некоторую. Она получает еще два балла. Она забрала лежащую рядом одежду и ушла. Лучше бы она забрала одежду Семена. Я бы так и сделал на месте Алис. Стоп. Ёптить-моптить. Вот эта музыка, это как... Какой-то... Подождите, музыка меня напрягает. Я дарь тебе... Подождите. Она же мою одежду забрала. Наконец-то! Алиса от меня снова получает, блин, за сообразительность 5 баллов. Молодец. Алиса прям отыгрывается. Я вскочил и начал осматривать пляж. Действительно, Алиса унесла и мою пейнерскую форму. Ой, господи, я только начал думать, что она может быть не такая уже плохая. Нужно срочно что-то придумать. Конечно, можно пожаловать, чуваке Дмитриевне. Да, жаль, что он трусы не снял, кстати. В мгновение ока я оказался на площади. К моему огромному удивлению, Алиса сидела на лавочке и явно скучала. Она уже успела переодеться. Отдай! Отдай! Да бери! Ответила мне каким-то виноватым тоном и протянула мне мою форму. Только не думай, что я это специально тут тебя ждала и все такое. Алиса развернулась и не спеша пошла в сторону домиков. Я остался стоять как вкопанный. Такое финтушами было выше моего понимания, чувак. Так, еще тебе. Сракет Алисия. Я направился к домику Ольги Дмитриевны. Боже. Так иди так, Алиса сразу. Камон, чувак. Ой-ой-ой. Ладно, я сам на самом деле, женщин хрен поймешь. Я все понимаю. Я все понимаю. Впервые сзади меня накрыла дикая усталость. Свет в окне не горел, значит, Ольга Дмитриевна уже спала. Странно, вчера она меня дождалась. Ну, потому что не весь мир вокруг тебя вертится. Я зашел, тихо разделся и лег на кровать. Если бы размыслить, моя ситуация за сегодня совершенно не прояснилась. В сущности, я весь день занимался бесполезными вещами. В реальном мире мне бы и в голову не пришло тратить свое драгоценное время на что-нибудь подобное. Я бы лучше посмотрел бы на какой-нибудь замшелый форум. Хотя как раз там у меня времени хоть отбавляет. Ну, первый шаг к осознанию проблемы. Это... Нет. Короче, первый шаг анонимного алкоголика признать свою зависимость. Молодец. Ты сделал это. Сознание улетело все дальше. Все сложнее становилось концентрироваться. Короче, лучше отложить все на завтра. Я с Карли Тахара. Я перевернулся на другой бок и заснул. Что ж. День третий. До завтрака у тебя еще линейка. Не забывай. Как можно забыть про ежа утреннее измерение. Понимаете? Вырос, не вырос. Надо следить. Я, кстати, на самом деле думал реально в детстве, что сколько тебе лет... Ой, блин. Сколько тебе лет, столько у тебя и длина. Ну, вы понимаете, чего. Потом как-то остановилась. Она хитро улыбнулась. Ольга Дмитриевна, знаете, у меня что-то живот разболелся. Мне бы... Думаю, ничего страшного, если я разок пропущу. А то будет неприятно, если я прямо там. И откуда во мне столько смелости... Набрался смелости. Господи. У тебя есть еще пять минут. Боюсь, не успею. Давайте вы мне расскажете сейчас. Нет, я постараюсь, но если вдруг... Ладно уж. Сегодня у нас по плану уборка территории, сортировка книг в библиотеке. Еще кое-что. Вечером танцы. Я вышел из домика, обошел его, спрятался в кустах. Ну, таки, вы понимаете, что они делают в кустах. Да, что там Ульяна постоянно делает. И тому подобное. Но она сегодня, я думаю, оставим главного героя в кустах. Блин, ребят, всем привет. Я надеюсь, у вас вопросы отпали. Чего так долго роликов не было. Потому что полтора часа, пока пересмотришь, пока отберешь лучшее, самый смак из этого. В короче, надеюсь, у вас уши не завяли, глаза не вытекли. Спасибо большое за просмотр, за потраченное время. И огромное спасибо за поддержку. Приходите еще. Будут подобные игры, я уверен. Субтитры сделал DimaTorzok